Ни одна инстаграмная свадьба сейчас без Рената Сафаргулова не проходит. Начинал я в ресторане Арайлым за еду и работаю я без предоплаты. Я в воскресенье веду свадьбу, бюджет которого миллион долларов с тремя звездными артистами из России. И утром следующего дня в ЗАГСе лежит заявление. Я три раза завел одного чувака свадьбу, ну о чем ты говоришь? Да не, все нормально, свадьба будет, там на простене имя невесты замени, короче, мы стой поругались. Ренатик, потяни там беш через 30 минут, а Кайрат Нуртас через 47 часов, ты можешь что-нибудь поделать там, пожалуйста? А есть артисты, которые не отрабатывают, да, вообще свои гонорары? Он ведет, потому что он знает, что это круто, он делает это, и там крутой цельник. Но он хочет работать в театре. Ну и самое интересное, Ренат Сафаргул. У ЗАТУ всегда дороже практически и круче, чем, прикинь, основной той. Вот почему это так? Вот у нас там мероприятие, но вы нам не подходите, потому что вы слишком смешной. А все остальные хотят ритм, темп, всего 5 часов. Мы никогда не пил во время мероприятия, ни до, ни после, вот это вот 50 грамм для связочек. Не, никогда. Никогда. Ты замуж не собираешься? Ну, конечно, собираюсь. Друзья, самое дорогое на любом тое – это не кинтеринг, это не декорации, это не цветы, это ведущие и артисты. И сегодня у меня в студии один из самых дорогих ведущих в Казахстане – Ренат Сафаргулов. Вау, ну я по-разному, вы меня представляли, конечно, так как ты это сделал, все. Ренат Сафаргулов – профессиональный ведущий с самым острым языком и рискованными шутками. Провел за 20 лет полторы тысячи свадеб и все самые звездные свадьбы этого лета. Ни одна инстаграмная свадьба сейчас без Рената Сафаргулова не проходит. Да, если ты спросил, сколько блогеров, я знаю всех блогеров, миллионников, ста тысячников, пятьсот тысячников, я, по-моему, всех их знаю. Я тебе хочу сказать, что это не самая простая история – работать на свадьбе у звездных людей, а у блогеров. А я тебе объясню. Есть ощущение, что, пребывая на свадьбе, каждый блогер, звезда, пребывает в состоянии собственной офигительности, популярности, значимости. И ты не поверишь, вот ты меня корила тем, что я иногда допускаю себе вольность и абьюз и что-то жесткое. Я тебе хочу сказать, что без этих рычагов невозможна ни одна звездная свадьба. Боля! Да, да, Боля, да! Стоп! Там по-другому тебя не будут слушать, если ты видишь, а теперь привет, а сейчас вот давайте-ка мы… Нет, чувак, мы не хотим это делать, ты нам дай что-нибудь, что нас зацепило, и, к сожалению, только это позволяет это делать. Не мне тебе рассказывать. Я бы хотела, да, отметить, что это не просто ведущий, это ведущий-абьюзер. Да, ну, блин. Потому что, когда я прихожу на мероприятие… Ты помнишь, мы с тобой несколько раз были, да. Да, Ренат Сафарголов ведущий, я начинаю напрягаться, потому что, особенно если ты выходишь на конкурс… Я тебя не трогаю, я тебя один раз выявил, и ты не выиграла просто, потому что ты не умеешь петь. Не все же Саджан должна уметь делать, понимаешь? Не, ну, это просто… Ну, знаешь, когда над тобой издевается, это не смешно, конечно, но когда ты издеваешься над другими… Над другими… Это очень смешно, и здесь всем весело. Слушай, ну, было такое, чтобы раз в жизни на тебя реально обидели заказчики и сказали, слушай, Ренат, ну, мы тебе за это не платили. Нет, такого не было, слава богу, ты тут и твой. И я тебе хочу сказать о том, что я всегда, короче, смотрю в глаза человеку, если я понимаю, что нет, Ренат, сейчас это не будет заходить, сейчас чуть-чуть еще, и ты видишься, я ухожу от этого человека, и ищу другую жертву. Дико извиняюсь, вам вообще неинтересно? Я просто с того, что ведущий, я очень дорогой, советую. Иногда хотя бы посматривать, я реально смешно, они сейчас сидят, просто нравится вам. Как будто ощущение, что вчера Галкина видел, завтра Нагиев у него в программе. Давай вернемся к инстаграммам свадьбе. Давай. Почему именно ты сейчас ведешь все эти свадьбы? А потому что после получения премии «Казахстан Уэдинг Эворд» 2022 года, самый лучший ведущий, я почему-то понял, что для того, чтобы куда-то идти дальше, расти дальше, мне нужно срочно поднимать медийку. Это вот знаешь, как по дороге едешь, и вот, например, смотришь, какой-то такой дом прикольный стоит, прикольный, прикольный газон так себе, забор так себе, да, а вот попадаешь через неделю в этот дом, а там так классно, комфортно. Дизайн, уютно, атмосфера такой, думаешь, классно, а потом через неделю едешь, и опять и забор сделали красивый, и газончик постелили. В общем, и внутри, и снаружи должно быть все хорошо. Вот у меня внутри все было классно, круто, смешно и весело, а вот, понимаешь, а звездные свадьбы вели другие люди. А тут раз, и все, теперь все звездные свадьбы будут. Ты замуж не собираешься? Ну, конечно, собираюсь. Я найду тебе мужа, давай, критерий небольшой, и будем готовиться к свадьбе. Слушай, кто у кого берет интервью? Давай начнем с первой звездной свадьбы, которая открыла тебе дорогу всем другим звездным свадьбам. Пам-пам-пам, а ты имеешь в виду одну из последних, да? Нет, одну из, которую... Самых больших? Нет, свадьба, которую ты провел, и после этого ты просто... Все увидели, что, блин, вау, круто, я хочу Ринату заборговать. Это недавняя свадьба, потому что блогерские свадьбы пошли только после нее. Это Аселя и Макжан. Там очень крутая история, я тебе расскажу. Вообще, свадьба очень крутая. Она прошла, супер. Но она была дорогая прям. Очень дорогая, но знаешь, я тебе хочу сказать о том, что Аселя сказала на первой встрече Макжан. Макжан, мы будем платить всем и никому ни с кем не будем торговаться. Все, понимаешь ты? Что у нас уже у артистов отношения, с нами не торгуются. Так, окей. А я думала, что это Барт. Да нет, я уже вышел из того возраста, когда я работаю по Бартеру. Это такая очень сомнительная история. Ну, то есть Барт, он... Да нет, Барт не должен быть Барт на свадьбе, мне кажется. Аселя сказала, без скидок и заплатили полностью. Без. А ты знаешь, да, как начинала мама ее свадьбу? Она вышла и сказала, доча, спасибо тебе за сепарацию. Спасибо тебе за трансформацию. Себя от меня, меня от себя. И то есть я понял, да, что все, вот она вернулась с Бали, и она абсолютно проработала все, что было. И сразу встретила свою судьбу и так далее, и так далее. Поэтому сначала тебе нужно уехать на Бали, чтобы там трансформироваться. У меня нет времени, Ренат, знаешь? У меня тоже, поэтому я тоже сижу здесь и периодически хожу к психологам прорабатываю. Хорошо, давай вернемся к инстаграмным свадьбам. В этом году ты провел все самые известные инстаграмные свадьбы. Впереди еще несколько. Впереди, слушай, а у кого? Ну вот сейчас была классная свадьба у Руса Либери и Наимы. Будет еще Индия Дильбаева и Камал Дин. В это же время, но я не веду, у него будет свадьба у Жека Фетбели. Там идет мой коллега и мой друг. Недавно была вот свадьба у Ахи. Ну и вообще, мы, короче, как периодически встречаемся. А, я провел день рождения Луины, я провел день рождения Динаи с господином Гайсиным. Мы в дуэте замечательно отработали. Ну и вот как-то так получается, что все какие-то звездные... Такой какой-то инстаграмный звездный год, да? Да. Урожайный год именно на звездные свадьбы. Да, да. И вот в Ленсе периодически появляются такие звездные штуки. Но зарабатываешь, я думаю, ты все-таки больше на VIP-свадьбах очень дорогих. Очень закрытых. И ты завтра, я знаю, летишь. Не буду говорить куда. Нельзя говорить, да? Да. У нас есть свадьбы, где мы подписываем даже, условно говоря, документ о неразглашении информации и о том, что мы не имеем права в течение определенного времени что-то говорить, что-то исполнять. Заграничные свадьбы – это вообще отдельная история. Там, где люди прибывают, им никуда не нужно в следующий вечер, потому что они прилетели уже, да? И они совершенно абсолютно расслабляются, раскрываются. И там другой вайп, там другая атмосфера. Заграничные истории… Но это все наши казахи? Большей частью. Большей частью, но там есть приглашенные люди, потому что это такой мировой, мировой слет. Обычно приезжают люди с разных стран. Начинал же ведь ты как раз-таки свип, свадеб, да? То есть это потом уже звездные свадьбы. Начинал я в ресторане «Арайлым» за еду образно. Это где такой ресторан? Это на 8 марта есть такой ресторан. Я все время люблю вспоминать эту историю. Это одна из первых садик. Это какой год? 2006 год. Я помню, я одел свой самый лучший костюм, который я купил на Дурдой, это местная барахолка кыргызская. Я приехал, и организатор говорит, а, привет, Рина, ты вот этот молодой парень, который… А где твой костюм, кстати? Ты когда будешь переодеваться? И она, знаешь, оценила меня таким взглядом. И вот спустя 15 лет, ты знаешь этого организатора, она тоже такая достаточно популярная. Недавно мы с ней встретились, она посмотрела на мой новый костюм и сказала, да, где тот мальчишка в том дорогом, не очень дорогом костюме, да, все меняется. Но даже тогда я тебе вот говорю, вот смотри, какая интересная история. Должен ли ведущий дорого быть одет? Ответь мне на вопрос. Мне кажется, да. А почему? Ну, в общем, мне кажется, что человек должен соответствовать своему гонорару. А если он талантлив? Даже если талантлив. Все равно? Да. Вот и я того же мнения, а жена говорит, куда ты тратишь деньги, понимаешь? А я говорю, ну нет, ну… Слушай, ну каждый раз, на каждую той не надо покупать, конечно, костюм Дольче Габбана. Ну да. Но у тебя сколько в гардеробе таких сценических костюмов? У меня порядка 15 костюмов. И я каждый раз своим коллегам, молодым ведущим говорю, когда у вас будет возможность, хотя бы маленькая возможность, обязательно купите одни дорогие туфли и один дорогой костюм. Как бы вы талантливы ни были, по взглядам можно понять, что тебя оценивает заказчик. Сидит, знаешь он. А тут ты, ты можешь оценить его, потому что ты приблизительно разбираешься, что у него, да, и он может оценить себя. Это уже такая другая битва. Не на уровне слова заказчик, да, а на уровне, знаешь, еще и одежды. Ты выбрал себе свадьбы делом своей жизни. Это на самом деле, ну, достойно восхищения. Потому что я знаю, что многие тамадят, ну вот так вот, да? Если, можно же говорить слово тамадят? Тамадят можно, а до этого они были фотографами, певцами, танцорами и продавали машины, да, а сейчас они ведущие. Ведущие, да. Я очень сильно... Ну, то есть, многие приходят в твою профессию, скажем, ну вот, насколько я знаю, в большинстве случаев это все-таки из-за денег, потому что ведущему тамаде всегда хорошо платили, всегда. Иногда я вижу, что людям это вообще не приносит никакого удовольствия, да, то есть люди не кайфуют от этого, а делают это из-за денег и хотят быстрее, чтобы этот той закончился. Ты кайфуешь? Сто процентов. И они же не знают, какой путь прошел Ренат Сафарголов или какой путь прошла господа Саджан, прежде чем прийти к интервью с самыми сильными и красивыми людьми этой страны. Они же не знают. Они же знают, что ты испытываешь, проводя определенные мероприятия. У нас же не всегда все хорошо. Ты знаешь, да, что иногда я прихожу и потом днями восстанавливаюсь после мероприятия. Ты же не знаешь, что они могут сидеть и забрать всю мою энергию, все мое хорошее. А я прихожу к детям, к жене и молчу, понимаешь? Ты хорошо, если я молчу, а если я на них выливаю вот это все, потому что там меня забрали, а я отдаю вот это вот, да? Это когда моей жене говорят, ой, вам с вами так весело, такой весельчак. Она такая, да-да-да, ты иди с ним хотя бы день поживи. Там другая история. И я тебе хочу сказать о том, что всегда хорошо платили, но каждый тенге нами отработан на мероприятии. За каждое слово, за каждый конкурс, за каждую эмоцию. И купить эмоции же, все можно купить сейчас, эмоции нельзя купить. Ивент-индустрия для меня это бизнес взаимоотношений. Однозначно. А у тебя есть директор? У меня нет директора. Куда обращаться, вот если, допустим? Напрямую. 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 То есть это все звонки напрямую? Да, вот ты знаешь, что... Прям как Иван Урган, говорят, он тоже без директора работает. Да, а в чем фишка? Ну вот хорошо, смотри, вот у старшего нашего брата есть директор. Он не знает мероприятия, на которые он летит. Он не знает заказчика. Он приходит, условно говоря, организаторы дают ему это. Смотри, для того, чтобы мне сейчас провести свадьбу, мне нужно 7 или 8 раз встретиться с заказчиком. Начинаю от мамы и папы, заканчивая молодыми, организаторами, проработать сценарий. Сколько времени проводишь? Считай, 8 встреч, условно говоря, у тебя мероприятие в октябре, в августе я начинаю подготовку, я 6-8 раз должен встретиться с заказчиком. И напрямую человек мне должен позвонить. А как я буду готовиться? Как я буду проживать этот праздник? Как? А вот как? Слушай, за 8 встреч можно прям узнать всю их историю. Да, поэтому я ухожу. Начиная до седьмого колена. Поэтому я ухожу из Риксаса или из Роял Тулипа. И папа, невеста или мама, они меня обнимают. И для них я чуть больше, чем просто ведущий. Я знаю, что все мероприятия... То есть ты ныряешь прям в их жизнь? А как? Ну хорошо, а как? Ну да, ну давай, ну тогда я не... Сто ведущих просто приезжают на мероприятие буквально за час. Ему дают папочку. Имя Ходолар, имя хозяев до вечера и молодые жены. Ну а я знаю, сто интервьюеров, которые берут интервью. Они же не будут никогда популярны, как Саджан. Они же не будут никогда так востребованы, как Сафаргулов. Вопрос в другом. Если ты проживаешь эту историю, то ты всегда будешь стоить дороже, работать больше и любить тебя будут больше. Ты знаешь, что сейчас на моих, например, личных мероприятиях, свадьбах, дни рождения детей, часть людей это мои бывшие заказчики, которые стали моими друзьями. Это уже мои семейные друзья. Ну то есть это же крутой уровень уже, да? Это очень крутой уровень. У тебя получаются такие постоянные клиенты. Да, большая часть. Ну сколько процентов? Процентов 60-70 это люди, для которых я уже веду. И у меня есть история. Уже, короче, все их свадьбы провел. Я три раза вел одного чувака свадьбу. Ну о чем ты говоришь? Я ему говорю, остановись, я не хочу тебя. Я не хочу. Мне кажется, ты женишься ради того, чтобы я вел твою свадьбу. Три раза, три разные. И вот одно имя жениха я произносил. Может, вам не говорю проблемы? Я уже сейчас комплексовать начну. Была история, когда мне позвонил человек за несколько дней до свадьбы. Он говорит, брат, смотри, есть, короче, форс-мажор. Я говорю, что такое? Он говорит, да не, все нормально, свадьба будет. Там на простене имя невесты замени, короче. Мы с той поругались, что в другое имя будет. Я говорю, все оставляем. Он говорит, все оставляем сейчас. Я новые тосты от Кудалар скину. Все делаю. Я говорю, ну... Ты шутишь? Я не шучу. Это за сколько дней? Я не шучу. Два дня до свадьбы он ругается с ней. Он возвращает свою первую любовь. Делает ей предложение. Объясняет все своим... Он казах? Нет. Объясняет все своим родственникам. А какая разница? Ну, просто Кудалар, как это, знаешь? Условно, я своим родственникам уже сообщила, у меня свадьба через два дня. И что ей важно им сказать? Ну, что, ну, ай, отчая, все, судьба. Ну, чего я тоже? Ну, она за два дня свадьб состоялась, и потом люди разводились лишь только потому, что яд за два дня, извини меня, срывать свадьбу. Я в воскресенье веду свадьбу, бюджет которого миллион долларов с тремя звездными артистами из России, и утром следующего дня в ЗАГСе лежит заявление от этих двух людей. Почему? Ну, потому что ночью они поговорили впервые, мне кажется, за время знакомства, и поняли, что это не их. Миллион долларов? Около миллиона долларов. Я считал примерные гонорары, считал примерное оформление, считал примерный бюджет зала. Там было потрачено около миллиона долларов утром. Я знаю, что лежало заявление уже в ЗАГСе в восемь часов утра. Сколько свадеб ты провел за все время? Мы считали порядка полутора тысяч свадеб. Полторы тысячи? Свадебы? Да, полторы тысячи. С 2006 года? Ну, я до 2006 еще в универе тоже вел периодически свадьбу. А, тысячи свадьбы. Да. А ведь могло всего этого не быть, потому что в 2001 году, когда я начинал только играть в КВН, мы вели первый Новый год. Это очень смешно. Сидели в гримерке, значит, 1 декабря. А, 31 декабря, значит, ночью. Гонорар ждем. Типа, гонорар, чтобы ты понимал, был там по пять тысяч тенге, что-то такое. Состав. Состав. Кто вел этот Новый год? Василий Куценко. Это сейчас креативный директор СТС. Это кто снял Чебурашку, отель Элеон. Это вот он, крыгыс парень. Эль Диар Кенесаров, команда КВН Азия Микс. Значит, вот такой вот состав. И еще несколько ребят. Вот такой состав. Или вот он бросает нам директор ресторана вот так вот по пять тысяч тенге. Это по тысяче сон, как сейчас помню. Говорит, ребят, это не ваше. Больше не видите никогда. А я помню, 1 января я иду по этой улице, измразь, еще вот это вот все, иду, и думаю, может, это не мое. А вот уже он мог сломать. Мог сломать, мог сломать, но не сломал. Слушай, а ты играл в КВН? Да. Не в Азия Микс? Азия Микс. Азия Микс? Я начинал с Азии Микс, конечно. Это же легендарная команда. Да, это сборная КВН Кыргызстана, трансформированная в Азию Микс. Там история Динар была такая. Эль Диар, наш капитан, он решил от мечты не отставать. И он сказал, я стану чемпионами, впервые приведу Кыргызстан и впервые Азию к чемпионству Вашей Лиге. А мы все ушли, потому что надо было кормить семьи. Он говорит, нет, я пойду. И он, жена ему уже говорит, остановись, остановись, хватит. Он говорит, нет. И он добился. И он добился в 2016 году команда КВН Азия Микс, первая азиатская команда за 60 лет КВН. Только потом уже стала Спарта, и только потом стали Камызиаки. Вы что, вообще за новостями не следите, что ли? Здесь, в Москве, недавно прошла самая дорогая свадьба в СНГ, на которой выступали Стинг, Энрики Иглейся, Сэлтан Джон, Дима Билан. Интересно, что в этом списке делает Дима Билан? Откуда я знаю, может он в чьем-то райдере был. Почему ты выбрал Казахстан, а не Россию? Ментал. Ментал, культура. И мама у меня там, да. Я не могу жить вдалеке от мамы. У тебя мама до сих пор живет в Шкеке? Мама живет до сих пор. Я веду эту уже 39-летнюю историю по переезду мамы сюда, и никак не получается. У меня, надеюсь, получится. Я не могу далеко от мамы быть, да. Как можно, как хочется. То есть мама в Бишкеке? Ты здесь? Я здесь. И каждый мисс я там. У меня жена из Бишкека. Я специалистка. Да, и мы туда ездим обязательно, потому что ее родители тоже там, и это вот наша родина. А место силы мое это Иссык-Куль. Ты была Иссык-Куль? Конечно. Ты любишь холодную воду? А ты что выберешь, Иссык-Куль или Мальдивы? А, Мальдивы. Все, ты предатель, а я выберу Иссык-Куль. Слушай, я предатель, Кыргызстан не моя родина? Нет, ты выберешь место, где очень крутая экология, воздух. На Мальдивах прекрасная экология тоже. Давай, на Мальдивах часто ведешь свадьбу? Два раза было. И это не свадьбы были. А что это? Это были большой корпоратив и юбилей. Раз, наверное, 15 были европейские мероприятия. Ну и самые любимые. На Узилии Кома было? Было, на острове Кома. Было в Сицилии, было в Венеции, было на острове Кома. Было в Ницце. Ну и самый, наверное, казахский город, это город Дубай, да? Мне кажется, это... Ты туда летаешь часто? Это вот, да. Как рестораны недалеко здесь, в Дубае, да? Да, часто. Ну, я так понимаю, что у тебя было очень много мероприятий, учитывая, что ты с 2006 года ведешь. Ты наверняка ввел супер закрытый VIP-тусовки. Любимая часть Саджан сейчас пойдет, сейчас поковыряться. Давай, ага. Для старого... Ну, давай. Для Нурсултана Абишевича Назарбаева вел мероприятие? Нет. Ни одного? Ни одного. Я тебе объясню, почему. То есть, есть мероприятия, на которых шоумен с его энергией и с вот этой вот качем, юмором, конкурсами, энергия, драйвом не нужен. Там нужен спокойный, уравновешенный, красивый, желательно актер, который... Ну, а что, ты не можешь быть в этом образе? А зачем мне это? Ну, то есть, зачем? Это самая скучная история, которая только может быть. Я стараюсь не вести презентации, я стараюсь... Детям Нурсултана Абишевича точно вел? Как бы тебе ответить на этот вопрос? Там тоже интересная история. И есть определенные любимцы, которые уже работают на протяжении многих лет. И там тогда еще молодому ведущему, такому как мне, ну, то есть, туда... Я туда не заходил просто. Вот и все. То есть, там уже своя история. Там своя история. И опять же, ну, то есть, ты же знаешь, как я веду, да, если мы с тобой встречаемся на мероприятиях. Давайте, давайте, там, весело, там, что-нибудь покажем, что-нибудь придумаем, что-нибудь снимем, что-нибудь попоем. Другая форма, другой формат, другая история. Дай мне шуму! Саня, это не твоя история. Тебе, наверное, чужие... Самый дорогой артист, которого ты видел на свадьбе? Ну, за исключением, наверное, Бейонс, Виккенда и, там, Джей Ло, ну, наверное, многих видел. Ну, например, кого? Ты сейчас про Европу. Ну, я вообще говорю, вот, допустим, я... Россию всю. Я вела Россию всю. Россию всю. Я тебе больше скажу, я не только видел, я ввел, наверное, с половиной ведущих в дуэтах. Это же самая ужасная история, которая только может быть. С Верником, Собчак. Пельш, Собчак, Якубович, Галкин, Басков, Рева, Comedy Club, Корибидис и так далее, и так далее, и так далее. Я не вел, по-моему, только вот с Ургантом и с Мартиросяном. Но я тебе хочу сказать, что самые крутые российские ведущие, это два человека, которых ты не догадаешься. Вот как ты думаешь, кто? Вот ты не попадешь ни в одну фамилию. Я даже не знаю. Басков и Галкин. Прикинь. Потому что один гениально стебет себя и все, что происходит вокруг него, а второй гениален в уме, в понимании ментала и в запоминании имен казахских. Ты ему положи, Максим, да, положи ему 60 имен и отчеств наших. Это интеллект. Да это гениально. И от второго такого я не знаю. Сколько свадеб ты с ним провел? С ним у меня была одна, с Басковым было две. И там, знаешь, какая история? Вот им же не нужно ничего делать. Там же мы все делаем. Вот мы все делаем там. Играем, веселим, запоминаем. А он просто... Здравствуйте, друзья. Где мой сценарий? Я пойду только в сценарий. Я работаю до 11. Диджея у меня нету. Конкурса я не веду. Я предоставляю, рассказываю, комментирую. Это как был один... Слушай, ну для гостей это уже не так важно, как Галкин на твой. Блин, Динар, я с тобой не согласен. Разве не может быть неважно? Если артист, окей. Нет, для меня важно. Для меня вообще я считаю, что каждый человек, который получает деньги, он должен отрабатывать свой гонорар от А до Я. Завтра тебя концерт города, День города Астана поставят вести с российским ведущим. Который тебе скажет, Динар, давайте вы сами все знаете, вы сами все делаете. Я выйду и объявлю три раза артиста, ты будешь довольна? Нет. А гонорар у тебя будет в семь раз меньше. Это справедливо? Нет. А я считаю, что тоже несправедливо. Поэтому, когда мне говорят... Но для гостей, для гостей, то, что Максим Галкин на этом твое, и у тебя есть возможность с ним сделать фото, снять его на видео, он это прекрасно понимает. Он понимает, что ему платят просто за имя. Они гениальны. Может быть, ты и права. У меня немножко другая философия, потому что я считаю, что наша страна настолько может себе позволить работать без привлечения российских артистов. У нас очень много талантливых ребят в любой, в любом направлении. От фокусника до певцов. Ну, вот ты заметил, что сейчас уже меньше приглашают? И с артистами у нас сейчас легче. Давайте Мирасу Жугунусова позовем, давайте Кайрата позовем. Я тебе хочу сказать, что Мирас Жугунусов сейчас стоит, может быть, даже где-то одинаково. Огонь, Райм качает, качает, Айкен качает, Кайрат всегда будет качать, понимаешь? Это не забывай, у нас еще есть такие метры, как Дос Мукасан, Орда, Найнти Ван, А Ирина Кайратовна, бюджет Ирины Кайратовны побольше, чем 3 Доминика Джокера. Доминика Джокера уже никому не интересен. Ну, я тебе сейчас пример привел, хорошо. Расскажи мне вот про новичков, про твоих новеньких клиентов, да? У тебя есть, ты говоришь, основной пул, это твои старые клиенты. Ну, когда к тебе приходят новые клиенты и говорят, Ренат, я, конечно, понимаю, что вы классный ведущий, но я же не понимаю, как вы будете вести, да? То есть, вот это, может быть, недоверие какое-то, да, сомнение, может быть, люди первый раз вообще собираются проводить той. Как ты вот ему объясняешь? Нет, таких нет. Таких нет. Самый, что, задавая вопрос, другой. Алло, Рената, что, нормально? Да. Дата свободная? Да. А есть что-то новое, брат? Вот это все, ты меня спроси, мой самый страшный вопрос. Нет, я говорю про, смотри, я говорю про новеньких клиентов. Я понял. Которые никогда тебя не заказывали, они вообще не знают, кто ты. Таких же мало, таких же мало. По-любому где-то либо слышали, либо видели, либо люди же сразу, люди умные, люди собирают информацию. Люди там, вот это, вот это, вот это, вот это, даже если они не были. Но, благо сейчас есть инстаграм у меня очень крутой, поэтому можно отправить человека и посмотреть. Сейчас просто клиент не приходит. Ну, вот приходит новенький клиент. Так. Ты сам приходишь на встречу. Да. И, как бы, понимаешь, да, что свадьба намечается крутая. Да, я уже это почувствую. Я знаю, от кого они. Да, от кого ты знаешь. И тебе нужно продать себя. Но у них есть выбор. Слушай, выбор есть всегда, да. Андрей Малышев, Мухаммед Джанов, да. Турсенбек Хабатов. Либо Ренат Сафаргуловский. Ну, давай я тебе по-другому задам этот вопрос. Вот смотри. Слушай, я себя не продаю. К нам обращаются, у нас есть отдел продаж. Я не знаю вообще. Я тебе пример приведу просто. Давай. Вот, например, тебе скажут, Динар, у нас есть проект бомбовый. Миллион долларов сейчас платят, но инвестор хочет выбрать. Он выбирает между тобой и называет еще пять девочек. Ты пойдешь на кастинг, чтобы доказать инвестору и всей орггруппе, которая там сидит, что ты достойная кандидатура на это? Вот ответь мне на вопрос. Ну, слушай, если это спонсор, который может мне дать миллион долларов. И рядом с ним организаторы, которые принимают решения местные. Ну, я им расскажу, конечно. Ты пойдешь? Ну, да. А я на этот кастинг не пойду. Нет, я не буду идти на кастинг, но я расскажу, что я смогу сделать. Я скажу, если вы придете ко мне, вы получите то-то, то-то, то-то. Вот и раньше я тоже так хотел делать. А вот сейчас, когда мне говорят, вы знаете, Ренат, у нас есть выбор между вами, Турсунбеком, Мухаммедом и Андреем. Я говорю, это мои братья, пусть они ведут. На кастинге я не прихожу. Мы не в сауне, Тинар. Если ты хочешь, чтобы Ренат Сафрогулов провел, ты позвони ему. Почему ты говоришь, сауна? Потому что выбор только в сауне. Можно всех посмотреть, это в сауне. Ужас, я просто не знаю ваших фишек в сауне. Ну, вот теперь знай. Почему вы там на кастинге пробуете? Вот теперь знай. Нет, я тоже не знаю, а то сейчас жена посмотрит, скажет, что я знаю. Она посмотрит, я тоже даже не знаю. Я тоже не знаю, понимаешь? Но вообще эта фраза, когда много в это, а можно, говорит, всех посмотреть. А с каких пор ты так решил не ходить на кастинге? Три года последние. Я до этого ходил и доказывал. Я заходил в дверях вот так вот. Вот так вот с шоуменом. Подожди, 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 что это? Эго твое? Да нет, это не эго. Это какая-то уверенность в себе. И просто пусть приходит заказчик, который хочет меня. Которому я приду и буду думать. Сюрприз от его детей, сюрприз от его жены. Буду прорабатывать каждого гостя. Но я буду знаю, зачем я это. Мне жалко свое время. Ну что, пойду, но я проиграю кастинг. А зачем мне это? Не хочу я это. Хотя я не проиграю кастинг. Зачем? Ну не надо кастинги устать. Слушай, но люди хотят понимать, что их ждет. Что в этом такого? Пускай, но таких, как ты говоришь, их всего лишь несколько процентов. А люди... Ну это новые клиенты. Люди жить. Ты же со своими старенькими не будешь стариться, правильно? Тебе же нужно все время новый приток. Да, я тебе говорю. И если человек, условно говоря, скажет мне, Ренат, давайте я вам честно скажу, я выбираю, но я хочу с вами встретиться, я пойду. Я пойду и расскажу. Я знаю, что раздастся звонок, и когда человек скажет, Ренат. Потому что, блин, это самая крутая история, посвятить вот этот час новому клиенту, который пришел, у которого есть деньги. И он, знаешь, зачем гонится? За просто за эмоции. Он хочет, чтобы его сын или его дочь... А знаешь, самые крутые истории, это же УЗАТУ, это когда ты пахан, ты всю жизнь растишь девочку, учишь ее в Швейцарии, она у тебя одевается классно, она у тебя на машине катается, у нее самое, она языки знает. А потом приходит какой-нибудь человечек, такой, знаешь, такой маложавенький, у которого, как правило, социальная не такая, как у твоей дочки. И он говорит, я люблю вашу дочь, я хочу все. Она говорит, я люблю тебя, и папа должен делать УЗАТУ. УЗАТУ всегда дороже, практически, и круче, чем, прикинь, основной той. Вот почему это так? Потому что паханы на УЗАТУ своим дочкам дают все, что они хотят. Вот максимально. Звезды чаще всего на УЗАТУ. Я вот, кстати, вспомнила, что я вообще свадьбу вела, и УЗАТУ реально? УЗАТУ. Когда в 11 часов эта глыба из Форбс стоит и плачет, когда по белой дорожке, его дочь уплывает непонятно в какое будущее. Хотя будущее будет хорошее, потому что он даст будущее не только ей, но и ему. Как в анекдоте, да? Почему меня называют Богом? Да, почему меня называют Богом, понимаешь? Вот и все. Короче, ты любишь вести УЗАТУ, я поняла. Я очень люблю УЗАТУ. Во-первых, до 12. Какой ты практичный человек. Во-первых, там уже в полдвенадцатого, там рыдающий отец и мама, которых поздравляют, их друзья, не переживай. Все, и ты уже дома в половине первого, понимаешь? Это же самое. УЗАТУ в основном все-таки люди предпочитают, ну казахи предпочитают проводить казахша, да? Потому что, ну казах, да, стыр, да, там, нужно кассана. Дурус, дурус, Динара, да? Ну, казахша бель мисунгой. Я тебе всегда рядом со мной казах, казахоязычная девочка или моя? Девочка. Всегда, всегда. Два варианта, если надо, чтобы был мальчик серьезный. Я очень люблю, знаешь, с кем вести, с Азаматом Сатабалды или с Нурланом Албаном. Азамат сейчас директор, президент казахфильма, он не будет с тобой вести. Это я еще не подумаю об вести, я буду с ним скучным человеком или не буду вести. Не, ну уже статусу бы не позволяет. Статус не позволяет, но до этого назначением мы периодически... Ну, в последний раз когда с ним вели? Был с ним, наверное, год назад. Год назад. Год назад. Год назад. Мы с Наилем Байкучоковым шили платья раньше. А, это Наил же, это же мой земляк. Ты же знаешь, да, земляк твой. И мы шили свадебные платья, и к нам, когда приходили клиенты, они всегда говорили, «У нас столько артистов, мы позвали Хайрата Нуртаса, у нас там будут из России артисты. Пожалуйста, можете нам скидочку хорошую сделать». Да, очень смешно. Да, я смеюсь, я говорю, почему вы там пригласили Хайрата Нуртаса, свадьба в Рискарлтоне, да, у вас там на Мальдивах будет медовая весть, а мы должны, знаете, получить, там, не знаю, 500 долларов. Это мы между собой шутим. У нас же есть такая шутка. Сидит заказчик с организаторами и говорит, так, что там у нас все. Ну, смотрите, вот цирк Дюсселей 500 тысяч евро. Да-да-да, оставляем 500 тысяч евро. Потом вот все артисты комедий-клаба приезжают, вот миллион долларов. Да, миллион долларов вставляем. Ну, оформление 20 миллионов. Да-да-да, 20 миллионов оформления, все хорошо. И бета-шар 500 долларов. Что бета-шар такой дорогой? Давай подешевле там сделай бета-шар. Это вот, это мы так любим шутить. Это же гениальные истории, понимаешь? Но у тебя были такие свадьбы, когда ты просто у всех гонорары, а ты понимаешь, что у тебя самый дешевый гонорар на этой свадьбе. А Баш, ты больше всех. Да, да, сказал я и заплакал, потому что мне сейчас хочется вспомнить всех таких. Вот это к вопросу о к директору. Понимаешь, ты директору уже не сможешь сказать, давайте там Ренат проведет дешевле, да? А тебе могут такое сказать. А как ты не сделаешь скидку, если это уже десятое мероприятие от этой семьи? Это уже не уважение, это уже уяд. Это же уже ментал, это же культура. Вот когда произошли вот эти все события, нас пугали о том, что сейчас российские артисты, ведущие, и все приедут и нам здесь. Здесь никогда я не боялся. Чтобы стать шоуменом здесь, артистом здесь, надо проживать здесь, надо чувствовать это все. Это же не просто такие истории. Людей знать, да? Это вот когда мне говорят, ты на халтуры сегодня идешь. Я говорю, ну какую халтуру? Ну, у тебя вечером банкет есть? Нет, у меня есть вечером работа. Есть моя работа, к которой я отношусь, к которой я люблю, к которой я благодарен. И когда мне говорят, ты устал, я говорю, я знаешь, в 2020 году периодически говорил себе, как я устал от этой работы, этих банкетов. А потом я не устал. Два года я не устал. Два года на карантине я не устал. Что ты делал, кстати, как ты зарабатывал? Да никак я не заработал, я тратил заработанное. Слушай, это же вот реально два года без единого тоя. Без единого тоя. Ну хотя, скажи честно, там же были вот эти закрыты. Не было. Ты не поверишь мне, ты не поверишь мне, нет. Ты не поверишь мне, но люди реально боялись. И как ты два года? Они не боялись публики, они боялись заразиться. Ну как ты два года жил? А ничего, я жил, у меня есть, короче, кладовая, куда я засовываю деньги, чтобы... Депозит, короче. Да шучу. Да, и я тратил то, что я заработал. Слушай, ну зарабатываешь ты, я думаю, неплохо. У тебя то и получается начинается с четверга? Нет, пятница, суббота больше. Пятница, суббота? Да. Воскресенье или нет? Воскресенье очень редко, потому что люди, как правило, подстраиваются в эти дни и недели. Но это уже сейчас никого не интересует, и в четверке и воскресенье могут сделать. Я вот, ну сейчас тем более такой сезон, да, свадеб. Август, сентябрь сейчас пойдет, потом будет ноябрь затишье, и потом будет декабрьская история снова с корпоративами. Ты любишь корпоративы? Ну вообще я, конечно, я очень... Вот сколько стоит Саджан на новогодний корпоратив? Давай, вот 23 декабря. Слушай, я давно не вела, но если я буду дорого просить, потому что я, знаешь, что поняла? Вот все-таки каждому свое, да? Ну да. Я вела от силы, может быть, за всю свою жизнь 5 свадеб. Тебе нравится? Это не мое. Это не мое. Я не знаю, как себя вести. Я, конечно, все отрабатываю, улыбаюсь, конкурсы провожу. С Трусенбеком один раз мы вели, я просто «а», только скажу «а», там уже диджей, короче, играет. А, там поток, понимаешь? И потом я такая «аааа», Трусенбек. Да, да, да. Я говорю, Трусенбек, может, мне шахпа-хуй-хуй? Но он говорит, шахпа-хуй! Он где-то не переживает. Не сложно работать, потому что он привык работать один, да? И в какой-то момент я поняла, что это вообще не мое. Все-таки, но вести концерты, мероприятия на сцене – это мое. Ювелирный столбок открывает. Да, я уважаю то, что ты делаешь, потому что я понимаю, насколько это сложно. Ренатик, потяни там беш через 30 минут, а Кайрат Нуртас через 47 часов. Ты можешь что-нибудь поделать там, пожалуйста, брат? Что ты делаешь? Да, и тут, ребята, как бы, может быть… Ренат, ну как ты заполняешь эти паузы? Есть уникальная история, называется «Ум». И вот если он у тебя есть, и ты периодически читаешь книги, и, в принципе, играл в КВН, то тебе это позволяет просто выйти и сказать, как дела, как зовут? Почему именно это платье? Почему именно эта рубашка? А почему вы в телефоне? Вам вообще не нравится, как я веду? Я, между прочим, дорогой ведущий. А товарищ диджей, дайте этому скучному человеку какой-нибудь и диджею там, да, обернитесь, все, мы на публику, мы озвучиваем это. Человек оборачивается, я говорю, почему вы меня не слушаете? Все, ты общаешься, ты разговоришь, это самая крутая история. Но не каждый ведущий это может сделать. Слушай, ну когда ты видишь, что у тебя по сценарию 10 артистов, 5 танцевальных коллективов… И главный бич, главный бич 27 тысяч тостов по 72 человека. И ты попробуй не дать вот ему, ему и ему, потому что у него, знаешь, там 73 регалии, да, у него 24 регалии. Попробуй не дать, это тоже очень важно. Я, кстати, часто замечаю, что тамада, ведущий, иногда вот когда начинаются тосты, он просто отходит в сторонку и просто исчезает, да? Я тебе больше скажу, я курю кальян во время тостов. У меня по райдеру всегда есть кальян, я ухожу, кальян наготове, я курю кальян. Я могу 20 минут сидеть, и ничего не произойдет. Потому что ты знаешь, что 20 минут будут говорить тосты. Да, ничего не произойдет. А прервать нельзя? А как ты прервешь? Не прервать, ну как-то полоконичнее. Балам, Балам, ты че, ты че? Ты здесь знаешь, кто это стоит вообще? Особенно старших, ну да, прерви их, да? Но нет, нельзя. Казахстан тои быть пить. Синжумасым всегда будет табаста, да? У тебя работа будет, ну, до какого возраста ты собираешься вести тои? Да не знаю, мне кажется, я в абсолютном порядке буду и в 50, и в 60 я просто буду очень дорого стоить. Это вот вопрос о том, что, я скажу сейчас, ну, там, 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 20 тысяч. Я буду работать 2-3 раза в неделю, но я буду зарабатывать столько же, сколько я буду работать 5 раз в неделю. Вот я знаю, что Турсмеха Хабатова, Турсмех, прости, пожалуйста, что я тебя обсуждаю. Мы сегодня посвящение тебе, братан. Но просто он, как бы, один из лидеров этого рынка, да? И я знаю, что его ценник рос, потому что очередь росла. То есть он стоил там 5 тысяч долларов, все равно есть спрос, да? Он стоит 10 тысяч долларов, все равно есть спрос. Не только поэтому. Был первый канал. Был КВН. Было постоянное мелькание Турсмеха, на первых, однозначно. Однозначно. Ты посмотри, Турсмеха нигде нету в инстаграме, есть концерты на ютубе. Слушай, ну как он круто тоже ведет Той. Он же просто, но его юмор, это тоже круто. Но спроси Турсмеха сейчас, что ему нужно, что он любит, он скажет, я хочу работать в театре. Той, это не его история. Он ведет, потому что он знает, что он крутой, он делает это, и там крутой ценник. Но он хочет работать в театре. Он говорит, вот мы недавно с ним разговаривали, он говорит, брат, я тоже устал. Театр это мое, я артист. А Той, это уже вторая история такая, прикинь. А у тебя нет такого желания работать в театре? А у меня нет такой. То есть ты понимаешь, что это прям твое? Вообще просто. Вообще это миссия. Вот не такая миссия, как у врачей, не такая миссия, как у ученых, да. А это миссия, чтобы люди улыбались и плакали из-за счастья, прикинь. У меня сейчас есть история такая, называется признание детям или признание родителям. Представляешь, например, вот у тебя юбилей на 35, и, например, твой сын приходит, вот 15-летний, говорит, я хочу маме сделать сюрприз. Я сажусь с ним и придумываю сюрприз для тебя. И вспоминаю все, что он о тебе помнит из детства. И вот записываю. Я помню, как мама купила мне велосипед, Sony PlayStation повезла меня на Копчега. Продакшн тоже ты делаешь сам. Все я, это все, это придумываю я. У тебя получается ивент-компания? Да, да, ивент-компания, которая может все сделать вот ключ. От пригласительных до в конце отвезти пьяного дядю до отеля. Слушай, круто. Полностью все делать. Полностью ты можешь взять всю свадьбу подключить. А, конечно, я же буду ее везти, я же знаю, что делать. Я же знаю, куда, что нужно делать. Конечно. Слушай, это классно, это удобно. Очень. Но и ответственность очень большая. А команда большая? Сейчас работает порядка 40 человек. 40 человек работают на тебя? Это коллектив только, 20 человек мой. О май гад, а что это? Это танцоры, вокалисты. Да, это знаешь, они уже стареют и толстеют вместе со мной. Они рожают, возвращаются, опять рожают, они разбудятся. Они толстеют, у них ноги болят, спины болят, я их уволить не могу. Вот как Дос сидит, понимаешь? 40 человек в твоей команде? Вот Досу твоему неинтересно мое интервью, понимаешь? А я, между прочим, жил 39 лет ради интервью с Саджан, готовился, понимаешь? Он сидит в телефоне. Вот спроси его, что он сейчас играется в Тетрис. Ренат, ты не на свадьбе, подожди. Давай я здесь главная. Хорошо, говори. Да, 40 человек работают у тебя? Да, да. Как, откуда, что они делают? Менеджеры, два персональных помощника, диджей, технический человек, 15 танцоров, 5 вокалистов, несколько декораторов, один креатор, один режиссер и так далее, и так далее, и так далее. Но шутки придумаешь ты сам? Это уже командная история. Это уже командная история. Импровизация в моменте здесь сейчас, да. А все, что прописывается, ну экспромт, это лучше, лучше экспромт, лучше импровизация, это подготовленная импровизация, все готовится. Слушай, ну когда у тебя есть информация, ты говоришь, 8 встреч ты проводишь со всеми, да? Да, ну большая часть. Большая часть. Если только проект не выездной. Ну было такое, что там не встречался и пошел проводить свадьбу? Было, и это было вот так. Не встречался и приехал, провел мероприятие. И нормально. Нормально. Вот нормально. Нормально. Ну не вау. А вот хочется, чтобы вау. Чтобы ты в конце вышел, а там тебя поймал уже, ты вообще, ты кто? Обнимал тебя, говорил, все завтра. Для тебя это важно, да? Очень важно. Помимо денег. Очень важно. Чтобы завтра. Ты как артист, который, не знаю, артист балета, да, который отдает столько сил репетициям, да, потом выходит на сцену, оттанцевал, вышел и просто ради апплесментов. Буквально там, с секундой. Да, а вот тебе нравятся песни Чумакова? Да. Да, а тебе нравится как артист? Ну, я не фанатка его, но нормальный артист. Вот, а очень тяжело с таким человеком работать. Почему? Ну, это вот самый тяжелый артист, который у меня когда-либо был. Это же очень важно. Вот как Меладзе. Как он работает? Он говорит, молодой человек, здрасте, а вы ведущий? А если я вот по этой дорожке пройду, можно, да? А вот потом фотографируется же. Блин, ну это профессионализм. Это просто профессионализм. И как он говорит, так, все, сейчас выступать не буду, но сейчас 30 минут я распиваюсь, не трогай меня. Так по сценарию говорю, не надо вот это все, не надо. Это Чумаков? Да, ну, а как, Динар, как, как потом? Я даже, у меня жена недавно зовет на его концерт, я говорю, я не пойду. А Меладзе, я пойду. Слушай, а часто ты разочаровываешься? Очень часто, очень часто. То есть в инстаграм, в телевизоре человек может быть просто милашкой, а в жизни? А потом на сцене, и вот с тобой в гримёрке он отказывается фотографироваться, если люди подходят. Как он общается с официантами? Всегда определи о человеке, судье, как он общается с официантами. Если как вот, прости меня, да, с последним, то все, там уже даже не хочется подходить. У меня вообще нету ни одной фотографии со звездой. Вот ты меня сейчас спроси, покажи мне фотографии. Это вот мой друг Андрюшка Малышев, да, обожаю его, учитель мой, кстати, как и Мухаммед. Он всегда мне показывает, смотри, это я вот, а вот это вот я. А у меня нету, у меня жмик, стрёмно как-то вот тут. Вот ты в Собчак завтра приедешь, ты будешь фотографироваться? Конечно. Другая история. Я со всеми фоткаю, потому что мы снимаем видео, вон тот снимает годовое видео у нас, отчет. Вот я ненавижу прям подходить, извините, давайте вот как бы. Почему? Ну не хочу. Слушай, у тебя завышенное эго. Может быть, Нинар, может быть, я не спорю, что есть там психология. Ну вот расскажи про суперпрофессиональных артистов, как вот Валерий Меладзе, да, которые ведут себя очень элегантно, интеллигентно, ну у которых ты учился. Ой, я всегда наблюдаю, как Сагнай Абдулин себя ведет, как он даже ходит. Как он ведет себя, как он несет информацию, как вот он разговаривает. Как Дос Мукасан, вот артист, который поет, как работает музарт. Ты посмотри, какие они. Как вот они тебя видят, как Кайрат. Вот при всем, что говорят Кайрату, вот недавно я вел, он меня вот так обнял, а я почувствовал холодные руки. Я говорю, Кайра, что с тобой? Он говорит, брат, это седьмое мероприятие. Вот и жмет меня. И я такой, Кайра, береги себя, я говорю, блин, потому что и вот, вот часто же говорят, вот Кайрат вот это, Кайрат вот это. Да вот никто не знает, как он живет. Это же вот гениально востребованный артист. И это такой износ. Ну мы же сгораем. Посмотри Баттера. Я не сравниваю нисколько с этим, с нашим великим Баттерханом. Посмотри Мурата Нассеровым. Посмотри всех поэтов там 18-19 века. Посмотри артистов, которые сейчас уходят. Они же все на износ работают. Они же все не по физическим каким-то моментам уходят. Они уходят, потому что они сгорают. Посмотри, как они впахивают. Вот Лепс, ты посмотри, как он работает. Вот ты, вот, да, ты. Я в жизни не видела, как он работает. Ну не была ни на концерте. А, подожди, я была один раз на Новой Волне видела. Гениальные чуваки. Как Киркоров работает. Многие его хайты. Как он работает, как он несет вот это все. Отрабатывает. Даже без костюмов, понимаешь? Наши казахстанские артисты все отрабатывают? Нет. Нет. Я не буду называть имена. Я тебе хочу просто сказать, кто впахивает. И если у меня завтра будет мероприятие, я позову его. Скажи, кто это? Это Айкын, 100%. Это Нуртас, 100%. Это Ирина Кайратовна, 100%. Мне нравится «Возвращение 101». Мне нравится, как работает Луина. Мне нравится, как работает Дюльнас. Это, по-моему, твои подружки. И надо сказать, что мне нравится, как работает Кеши, потому что это интервью будет смотреть Баяна Сентаева, твоя и моя подруга. И надо сказать, что они молодцы. А есть артисты, которые не отрабатывают, да, вообще свои гонорары? Опаздывают? Или вот я даже один раз мне говорят, типа, мне переодеваться или нет? Я говорю, ну блин, ну конечно переодеваться. Да, очень есть необходимость вступать. Да, есть, ну их очень много. И работа под фанеру. Блин, это самая ужасная история. Никто на чеки не приезжает даже. То я очень сильно расслаблю наших артистов. У нас нет конкуренции. Гонорар такой же, как ты получишь, если ты будешь собирать концерт. Если ты будешь получать концерт. Но только организацией концерта нужно заниматься, нужно взять в аренду зал. Готовиться. Нужно готовиться, афиши развешивать, да? Это сложно. Легче прийти на АТОЙ, получить точно такой же гонорар, тебя еще посадят потом с АГАшками, ты потом еще с ними там дрянганешь. Это любимая история. Мне кажется, вот из-за этого артисты наши многие испеваются. Это очень классная история. Никогда не пил во время мероприятия, ни до, ни после. Вот это вот 50 грамм для связочек. Никогда. Никогда. Я пью. Нет, я знаю, что ты пью. Вырежи вот это и поставь именно вот это в тизер. Я знаю, что ты пью еще человек. По тебе видно, да? Спасибо тебе, спасибо. Я шучу. Нет, но имеется в виду, это твое железное правило, ты не пьешь ни до, ни после. Да, я боюсь потом не контролировать себя, короче. Боюсь что-то перепутать где-то, чтобы у тебя острый ум превратился в неострый ум. И прям боюсь. Вот страх какой-то, представляешь? Слушай, ну это уважение к своей работе. Да. И волнение. Волнение. Что волнение есть? Обязательно. А если волнения нет, то как фокап какой-нибудь будет на мероприятии, прикинь. Вот эта история работает. Давай про фокапы. Давай. Когда мужик поменял за две, за два дня имя, да. Да были, конечно. Были прям, прям мог чувак в микрофон сказать. Один раз сказал, он на сцене стоит, представляешь, и говорит, да, вот молодец, там, а да, вот этот, только я вчера был на его же свадьберу, а то те же самые конкурсы. Брат, а что, гонорар такой большой, почему не придумаешь? Бах, короче, все, я просел, короче, прикинь. И что делать? Ничего не делать, просто я его взял, потом мне весь вечер стебал, я к нему подошел. Знаете, я вчера точно в таком же костюме его виделся. Все, я не простил ему, понимаешь? Ну, заделать тебя, да? Заделать, конечно. Пришел сразу такой, новые конкурсы, команда. Да, 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 ты не поверишь, но ровно так и было, да. Ну, потому что это критика здоровая была. Да, или когда мне позвонили, они сказали, что вот у нас там мероприятие, но вы нам не подходите, потому что вы слишком смешной. Тоже я охренел. То есть мне позвонила мама невесты, говорят, вы не сильно смешной, вы не подходите на мероприятие. На самом мероприятие факапы не было, когда не приехали российские артисты, и когда пришлось вытягивать час просто конкурсами. То есть я провел 10 конкурсов в течение часа. Блин, когда я опоздал в декабре на мероприятие, на правительственное мероприятие, потому что я застрял в Астане, и как я... А один раз это вообще было. Я взял деньги, а потом мне пришло мероприятие, чуть-чуть выгоднее. Ты поменял? Прикинь, это было в начале моей карьеры в 2007 году. Астана уматай не путал? Нет, меня знаешь, как наказали? Меня заставили выплатить тройной гонорар. Меня вывезли, посадили в машину, вывезли. Сказали, ты зачем так делаешь? Я говорю, ну вот я же вам посоветую. Это после того, как прошла уже свадьбу? Нет, нет, знаешь, какая история была. То есть заказ идет, я говорю, окей, я веду, беру предоплату, потом приходит другой заказчик, говорит, в три раза больше. Я окей. Здесь пытаюсь отдать деньги, найти другого ведущего. Делаю это. И приезжают вот эти люди, садят меня в машину, я уезжаю туда, они разговаривают, я возвращаю им в три раза больше денег, как сейчас помню. Это когда было? Тысячи долларов я стоил. 2007 или 2008 год. И возвращаем в 3000 долларов, это больше было, да? И все, я веду это мероприятие. Еще и ведешь? Еще и веду. О май гад. Еще и веду, я потом там обижаюсь. Можно просто написать заявление. Ты что? Да нет, наверное, правильно они поступили. И вот с тех пор я никогда не путаю даты. Я не беру, если дал слово, другой заказ. И я не перебиваюсь, даже если приходит. Очень часто мне приходят мероприятия, потом в разы выгоднее, чем то, что ты уже взял. Но ты пообещал. И работаю я без предоплаты. Работаю без предоплаты, да. Это очень важно. Один артист мне говорил о том, что он никогда не называет свой гонорар. Он говорит, я отработаю тебе бесплатно. Но затем, я так понимаю, люди дают ему там в несколько раз больше. Я знаю, про кого ты говоришь. Это такой ход, да? Я знаю, про кого ты говоришь. А есть наш с тобой общий знакомый, наш старшак. Он знаешь, что он говорит? Когда он задает вопрос, сколько вы стоите? Он говорит, ну во-первых, не я, а мое творчество и мои услуги. А во-вторых, молодой человек, я люблю нераспечатанные пачки. Он дал понять, что 10 тысяч долларов нераспечатанная пачка. Все. Он не назвал, но я понял, что он стоит 10 тысяч долларов. Ну, красавчик. Красавец. Он просто меня обнимает, говорит, братик, двигайся правильно. Я поняла, о ком ты говоришь. Конечно, ты поняла, потому что так разговаривает только один человек. Слушай, Ренат, но тебе не стыдно говорить о деньгах? Потому что я знаю, что многим артистам и вот многим в ивент-индустрии вот как-то стыдно все равно говорить свои гонорары. Это когда меня поместили в Forbes, короче, между Кайратом Нуртасом и не помню кем-то, Forbes артистов, я тогда позвонил в редакцию, спросил, а вы как высчитывали? Говорит, ну вот мы умножили количество лет на количество ваших лет. Я говорю, ну ребят, ну вы очень много факторов, не знаю. Мы умножили пятницу, субботу, и важно аналар. Воскресенье, четверг, понимаешь? Да, да, да. Не убрали ни диджея, ни помощников, ни танцоров, не так и дали, и просто сформулировали и бросили. Если хочешь раз поговорить о деньгах? Хочу. У тебя ИП или ТО? У меня ИП. МДС платите? Платим. Молодец. 40 человек в коллективе? Да, но часть работает на аутсорсе, и часть сами закрывают свои налоги, потому что у них открытые тоже ИП. Один коллектив, у них отдельная история. Но ты заключаешь договор с каждым заказчиком? Или же это все-таки такой негласный? Это негласная история идет, и большую часть мероприятий я стараюсь, конечно, проводить. Во-первых, все компании, с кем я работаю, они работают только по документам сейчас, это обязательно условие. А конвертная гонорарная система, ну да, она существует. До сих пор? Она существует, до сих пор. Слушай, даже с приходом Каспи? В минимальном количестве, но она существует, да. То есть люди по привычке, ну они в принципе там тут конверт получили, тут отдали. Ну да, это же знаешь, когда история, когда я видел, как клиент получил, короче, конверт, ровно через 10 минут, просто из этого же конверта достал и отдал мне гонорар, понимаешь? Ну это нормально. Не, это не нормально. Самая стрёмная, знаешь, какая история, когда ты вот не взял деньги, а клиенту так весело на танцполе. Он там просто, да, он там, шудун, боюн, да, или аспанга, карайман, а ты ждёшь, сидишь, ты ждёшь, понимаешь? И когда он тебя в конце обнимает, ещё Ренатик, молодец, хорошо он тебя обнимает. Брат, давай завтра остаток на Каспий закинуть тебе, и всё, ты понимаешь, ну почему ты не берёшь предоплаты? Ну работай с предоплатами, ну умные люди же говорили тебе это. А ты не мой, ну что ты ему скажешь? Нет, На следующий день закидывай? Ну конечно закидывай. Ну а было такое, что приходилось ещё бегать там несколько месяцев. Нет, один раз у бандитов мне сказали, что либо ты сейчас уезжаешь без денег, либо мы тебе ломаем жизнь. Зачем ты ведёшь концерты бандитам? Это не концерты были, это была свадьба. Это была свадьба, я узнал кто он, потому что я всю свадьбу работал, с ней я готовил. Он говорит, у меня нормальный муж, он всё нормально, ну и я пришёл, понимаешь, я когда увидел, я попал в сериал «Бригада», понимаешь, встреча на мосту. Это было недавно? Да нет, это было 2010 год, и когда он вышел с друзьями, чтобы отдать мне деньги, я говорю, ну сейчас как бы, а тогда ещё немного было, ну всё равно это для меня же деньги, мой хлеб, съёмная квартира, Ну это блин ужасно, отработать целый день, да, и затем в конце тебе говорят, либо ты, короче, валишь отсюда, либо мы тебе сейчас поломаем. Это ещё ладно, я был в одном загородном доме, там чуваки, короче, под запрещенными препаратами двигались, и в один момент начали ножи кидать, в меня, короче, вот там кидали в ножа. А я знаешь, я же не могу сейчас ничего делать, а я отшучивался. Опа, опа, кстати, вы за это будете доплачивать, опа, и прикинь, ножи летели, я помню, зима, я бежал оттуда из этого дома, я как сейчас помню. Не, просто видишь, Ренат, у тебя опасная работа, слава богу, я не ведущая. Да, тебе не надо, бери классные интервью, интересные. Давай вернёмся к инстаграмным свадьбам. Я обожаю с тобой возвращаться, куда хочешь, погнали. Смотри, инстаграмные свадьбы, тебе не кажется, что они всё-таки такие, знаешь, свадьбы под, для инстаграма? Однозначно, а вот эти ролики, сколько ты подарил? Сколько, сколько стоит одежда, в которой ты пришёл? 500 тысяч отправляю, вот в данный момент, 500к в жану ушли, 500 тысяч. Почему тебе дарят, реально 500 тысяч? А что, много кто подарил? 500 тысяч. Я думаю, я больше всех подарил, просто. Если в тенге, то 500 тысяч. Больше 2 миллионов тенге. Да. У Юрия? Да. 2 ляма прибыли, плюс я, вроде, арма подарил, а он 500 тысяч. Когда узнав, сколько они потратили на свадьбу, мы решили, но я один решил подарить 500 тысяч. Так как я дружка, я магии подарил костюм. Прада костюм? Да. Прада костюм. Потом я подарил Дольфе Габана рубашку. Я подарил ещё девушку. Сказали лям? Лям подарил. Ни фига боится, да? Что это цена? Я опять здесь, Сьера, что ты даришь, мало дожала. Просто я услышал, что кто-то лям дарит, какого было? Там же, всё очень... То есть там все делают контент на этой свадьбе. Даже повар, мне кажется. Шутку, я тебе хочу сказать с последней блогерской свадьбы. Я сказал шутку о том, что сегодня Кудалар в три раза меньше, чем мобилографов на этом свадьбе. Там с одним чуваком ходило пять чуваков. Один со светом, второй со светом, третий, вот такой обвешанный в звуке, четвёртый с камерой. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я пилю контент. Жених стоял на регистрации, в это время в его сториз кто-то уже пробивал, шли титры, как он стоит. Контент. Есть такое видео в инстаграм, я видела, когда девушка с парнем снимают видео, улыбаются, они такие счастливые, затем такие сразу каждый в своем телефоне. Это реально люди контент-мейкеры. Ты не замечаешь такого, что это веселье, оно такое немножечко искусственное? Это не моя история, я не хочу её замечать, я не хочу анализировать. Там я психолога не включаю. Я там прихожу и делаю максимально свою работу. Если меня не слушают, я до конца пойду. Я тебе приведу пример. Недавно Жохан Утаргалиев, тоже твой коллега, он, кстати, тоже когда-то был там, он сообщил, что он разводится. У них в апреле была свадьба, он, кстати, хотел, чтобы я провела им церемонию бракосочетания, я улетела. И они же, ну, как бы, сошлись во время пандемии. И вот в апреле, я когда видела эту свадьбу, она была такая, вот прям заточена под инстаграм, под контент. Это был вот апрель, буквально недавно, я с Жоханом разговаривала, он говорит, да, действительно, мы развелись, мы уже два месяца не живем вместе. И вот тогда, я, кстати, заметила, что такое ощущение, как будто это все для инстаграма, да, то есть вот это прям веселье такое, ну, часто же там и Моргенштерн, вспомни, тоже, да, делал крутую тоже, там, свадьбу в Москве. То есть люди понимают, что это вырастает статистика, да, что вырастают охваты, да, ну, условно там, ну, я сейчас замуж выйду, да, если моя свадьба будет в прямом эфире, конечно, это понятно, что статистика вырастет. А ты бы хотела? Нет, я бы не хотела быть заложницей контента. Сто процентов. когда пишешь посты, очень жесткие, очень сильные, очень смелые, когда ты получаешь огромное количество хейта, ты дома, как себя чувствуешь? Нормально. Ты спокойно спишь. Ну, потому что я же понимаю, что я, когда пишу такой пост, я понимаю, что я получу эту волну. А ты знаешь уже, я знаю, но это мое мнение, и я ничего с этим не могу поделать. Ну, окей, твое мнение, а почему ты не оставишь его себе? Вот ты знаешь, что оно у тебя есть. Ну, потому что я считаю, что это моя, знаешь, позиция. Позиция, миссия. Не то, что миссия, но позиции, я хочу о ней заявить. Потому что я вижу, что кто-то заявляет об этом, кто-то это пропагандирует. слушай, почему мы должны тогда молчать, да? Что мы обсуждали твой пост тогда, и я вот хотел тебя спросить, еще тогда. Давай вернемся, я задаю вопрос. То есть ты не чувствуешь, что иногда это просто прогрев для курса? Конечно. К сожалению. Чувствуешь? Чувствую. Чувствую, но в один момент просто переключаю. Дай Бог, чтобы эти браки были долгими и счастливыми. Дай Бог. Но когда, ну как бы я не могу тоже об этом не говорить, когда я чувствую, что это прогрев. Ну вот если твои слова правда, то мне очень горестно и грустно, что я стал заложником всего этого. Просто меня это же не интересует. Я же прихожу туда, и я тоже. А что, тебя не интересует? Как будут жить молодожены после того, как ты, извини меня, провел свадьбу? Нет. Хоть завтра пусть разводится. У меня количество, кстати, разводов достаточно большое. Да, я встречаю людей, потом они говорят, да, вот мы развелись. Но и количество классных историй, где трое-четверо детей, у меня тоже классное. А я расстроилась, когда узнала недавно, что вот свадьба, которую я вела, что они развелись. Ну а что ты расстраиваешься? Если бы у тебя было полторы тысячи садей, ты бы уже не расстраивалась. Не надо расстраиваться. Не хочу об этом думать. Я прихожу туда и делаю все то, что я люблю делать. И я не хочу думать, что это прогрев. Не хочу думать, что это пиление контента. Я хочу верить, что это все светло и ярко. Я не верю, что ты не анализируешь. Когда ты стоишь. Я при первом взгляде знаю, на молодых будут они жить или нет. Есть у тебя это чуйка. Да, конечно. Есть? Да, конечно. И угадываешь. А как только я познакомлюсь с его родителями, с ее мамой, я сразу могу тебе сказать, будут они жить вместе или нет. А как ты это чувствуешь? Да там же все понятно. Как ты это чувствуешь? Как они общаются с отцами своих семейств? Как они принимают решения? Как, если я задаю вопрос, кто на него отвечает? И какой ответ я дожидаюсь на них? Как он относится с ней? Что они будут делать в процессе свадьбы? Будут ли они снимать ловстори? Будут они ходить на репетицию свадебного танца? Где они будут жить? Короче, где репетиции есть, где все стараются, там все надолго. Где взаимоотношения транслируются от папы с мамой, от Аташки с Апашкой сюда, все будет хорошо. А где рубка идет, где вот мы все, куда Лары отдельно собираются, мы сами будем заходить, все им слово, все вот так вот, все жестко, вот так вот будет у нас. Это решение для наших, это свадьба для наших родственников и для наших друзей. Все, я такой. Почему у нас на свадьбах вот не должно быть пауз? Вот в Европе, да, они же не требуют того, чтобы ведущий все время говорил, да, чтобы все время были танцы, все время артисты пели. То есть я прихожу на любую той и все время вот этот гул. Знаешь, если еще не дай бог сядешь рядом с колонкой, да, ты просто не можешь даже поговорить со своими соседями. Так, 19.10, 19.15, 19.20, выход артист, 19.25, беж, 19.30, шоу-балет. Почему нельзя просто пообщаться? Это же тоже классно. Ну, чтобы вот какая-то тишина тоже была, чтобы я могла поговорить с гостями. Вот кто это придумал? Ну, это только тебе. Не, ну кто это придумал, что должен быть все время такой, знаешь, прям нон-стоп? Хорошо, тебе интересно на европейских свадьбах, где час ужин, потом диджей, потом друг жениха говорит, какой классный жених, потом час второе горячее. Ну, я не говорю, что прям совсем туда нужно уходить. Ну, вот я тебе привел европейскую свадьбу. Ну, я говорю, ну, какая-то должна же быть пауза, ну, какая-то тишина, не тишина, но хотя бы, чтобы мы друг друга послушали. Это тебе ты хочешь пообщаться с хорошими людьми, особенно если ты стол знаешь. Да. Пообщаться. Поэтому часть людей, которые хотят вот так, они выходят на улицу. И вот там отдельная история идет. Перекур, кальян, еда и так далее, и так далее. А все остальные хотят ритм, там темп всего 5 часов. У тебя все расписано. У тебя вот 7 плюсов, все по 10 минут, по 15 минут. И на 5 часов можно миллион долларов просто потратить. Да, конечно. Слушай, ну, у нас еще у людей есть такое ощущение, ну, не у всех, слава богу, да, что если ты купил артиста, ты как будто его взял в аренду, да. И отношение такое, типа, ничего страшного, пусть подождет, мы же заплатили там. Подожди, вот сейчас пусть эти тосты скажут. Вот часто такое бывает? Часто. Часто даже слышишь эту фразу. Часто тебе, когда говорят, тут у нас будет такой артист, я говорю, ну, давайте быстренько поставим. Не, не, не надо, он будет ждать. Пусть подождет, да? Пусть подождет, да. Вот очень, очень, я всегда говорю, я вот всегда стараюсь даже артистам помочь. Тот, он приехал, я его по возможности быстрее отпущу. Даже если он опоздал, я ничего не скажу ему. Я подожду, я заполню эту паузу. Ты за артистов, короче. Сто процентов. Сто процентов. Я всегда буду топить за них. Опоздал, я ему слова не скажу. Я буду всегда топить за артистов. Ну и самое интересное, Ренат Сафаргулов. Когда ты вот это, когда ты их делаешь, я тебя обожаю. Сейчас либо будет про Инстаграм, либо про контент, либо про бабки. Да, про бабки. Про бабки. Сколько стоит Ренат Сафаргулов в качестве ведущего на той или корпоратив? Давай, короче, в 2009 году Ренат Сафаргулов стоил 300 долларов. В 2015 году Ренат Сафаргулов стоил полторы тысячи долларов. В 2020 Ренат Сафаргулов к карантину подходил с гонораром две с половиной, три тысячи долларов. Сейчас гонорар с программой порядка пяти тысяч долларов. Это с коллективом? Часть вещей я даю в танцоры, условно говоря, диджей, какие-то видеоролики. То есть в пять тысяч ходят и диджей, который с тобой, и танцевальный коллектив? Ну это само собой разумеется. Это все, ну это нормально. Это само собой разумеется просто. А уже потом, это не основной вопрос заработок, а уже потом идет какая-то дополнительная история. Сюрпризы, коллективы, артист оригинального жанра и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, что делает жена во время того, как я работаю? Она спит. И ладно, давай. Последний вопрос. О чем ты мечтаешь? Вот ради чего все это? Ты пашешь каждую неделю, да? Завтра ты летишь на той. Ну все это ради чего? Ради того, чтобы когда мы уже, быть может, не будем на таком пике, очень много людей могли сказать, что они во многом благодарны Ренату Супругулу за те эмоции, которые он дал. Вот, вот, наверное, такой тебе ответ я дам. И мне очень нравится, когда люди смеются, и я хотя бы чуть продляю им жизнь. После каждого той ты получаешь бота, да? Да. И приезжаю домой, и вот сегодня я отработал каждые тенге, которые мне запретили. Или вот здесь чуть не дожал, но завтра я сделаю еще лучше. А что нового я завтра придумаю, чтобы не быть сбитым летчиком? Редактор субтитров А.Семкин